Здравствуйте! Столичные подробности готовы рассказать о том, что сегодня происходило рядом с вами, но возможно осталось незамеченным в студии Елена Тихонович. Срочная новость. На пульт столичной милиции поступило сообщение о том, что административное здание по улице Интернациональная 36 заминировано. Сейчас на месте работают саперы, спасатели, медики и милиция. Издание эвакуировали всех работников. Территория оцеплена, движение транспорта на прилегающих улицах запрещено. На месте ЧП работает и наша съемочная группа о подробности случившегося в информационном выпуске в 22.30. Тушили всем миром. Сегодня днем на улице Максима Богдановича загорелся припаркованный автомобиль. Спасать легковушку бросились неравнодушные автолюбители. Пламя потушили оперативно, поэтому огонь не успел перекинуться на соседнее авто. Предполагаемые причины возгорания спасатели называют короткое замыкание в моторном отсеке. Однако сам водитель об угленной иномарке видит случившимся злой умысел. Приехали пожарники, залили уже пеной его. И говорят, что возможно короткое замыкание в проводке. Но скорее всего это невозможно, потому что у меня аккумулятор находится сзади под сиденьем. Очень похоже, что может быть я кому-то помешал. В сводках новостей сегодня оказалась и Минская кольцевая. Вечером с интервалом буквально в 20 минут по соседству произошли две однотипные аварии. Девушка-водитель тормозит из-за препятствий впереди, в результате чего в ее машину из-за несоблюдения дистанции врезаются парни. В итоге шесть поврежденных автомобилей. К счастью, никто из водителей не пострадал. Может быть затмение повлияло, какие-то другие обстоятельства. Может быть невнимательность в какой-то степени. Все живы, весна, нечего печалиться, но нужно быть внимательным, конечно. Оценили инициативу. Сегодня в столице подвели итоги работы коллегиальных органов общественного самоуправления. Первым отчитался Фрунзенский район. Каким результатом может привести объединение усилий неравнодушных минчан и государственных структур? В материале Анастасия Винчо. Буквально год назад парк Тивали только на бумагах был парком. Нехоженые тропы, заросшие травой поляны и болотные ямы. Теперь же это полноценно обустроенная зона отдыха. Здесь и тропа здоровья, и детская площадка, и, конечно, чистые лавочки. Сохранить порядок городским службам помогают волонтеры коллегиальных органов общественного самоуправления. В народе катасовцы. Они постоянно со мной имеют связь, и мы всегда во время месячников, которые проводятся весной и осенью, активно организовывают помощь населению, которое оказывает содействие в благоустройстве, уборке территории, выгребанию листвы, очистке дорожек. Парк имени Угачависа только обзавелся первыми саженцами молодых деревьев. С начала сезона столичные озеленители высадили более 4,5 тысяч клёнов, тополей и лип. Не обошлось без помощи катаса. Пока разрабатывается проект нашей коммунальной службы с привлечением общественных организаций, с привлечением катасов, населения. Садим насаждения там, где они уже не будут пересаживаться. Что позволит пользоваться при соответствующей уборке, в своевременном кошении травы, можно пользоваться этими зелеными зонами уже для отдыха. Шумные соседи, сломанная песочница, заваривание трубопровода, организация торговли и районных праздников, парковка машин на зеленой зоне. Перечень вопросов, которые можно решить с помощью неравнодушных граждан, огромен. Общественники работают в тесном сотрудничестве с жесами, участковыми и городской властью. Это позволяет решить вопросы быстрее и эффективнее. Примерно лицо по инициативе 128 КАТОСа было отремонтировано отопительное оборудование сразу в трех домах на улице Неманской. Также волонтеры поспособствовали расширению зоны парковки в микрорайоне Каменная горка. Благодаря слаженной работе организация признана лучшей в городе по итогам 2014 года. Все сотрудники нашей организации, которые представлены вам вот здесь, есть еще и другие. Основное у них вот любовь к людям, любовь к человеку, внимание к человеку. Красивые дворы есть красивые, есть красивые подъезды, что привлекает сразу же внимание. Коллегиальные органы общественного самоуправления появились в столице относительно недавно, пять лет назад. Но уже сейчас в городе насчитывается 128 таких организаций. И общественное самоуправление продолжает развиваться. Серьезная динамика. Практически при каждой жилищно-конституционной службе, при каждом ЖЭСе данное общественное самоуправление имеется для работы с населением. Провести досуг с пользой буквально негласный принцип волонтеров КАТОСа. Общественники в свое личное время занимаются обходом дворовой территории и решением чужих проблем. И такая инициатива не остается незамеченной. Депутаты Мингорсовета уже вручили десятки наград и премий самым активным КАТОСовцам. Анастасия Винчо и Алексей Колупанко, телекомпания СТВ. Прямые телефонные линии продолжают работать в столице. В субботу, 21 марта, на связь с минчанами выйдет председатель Мингородсполкома Андрей Шорец. Задать свои вопросы можно будет с 9 часов утра до полудня по номеру телефона, который вы видите на экране. Альтернатива прямым телефонным линиям с чиновниками. Во всех районах Минска в течение полугода появятся консультационные пункты. Дважды в месяц на встречу с населением будут приходить представители районных администраций, ЖРЭО, профсоюзов, Центра гигиены, МЧС, РУВД, а также депутаты Мингорсовета. Реализацию пилотного проекта начали с Фрунденского района. Так, для жителей микрорайона Сухарева консультационный пункт будет работать субботу, 21 марта, с 10 утра до часу дня на базе гимназии номер 33. Мы пришли по поводу предоставления жилья. Мы молодая семья. Нам обещали помочь в этом вопросе. Если не сегодня, так завтра точно. По мере необходимости, если это будет нужно, и мы будем видеть, что много людей приходят, то, конечно, мы будем делать гораздо чаще работу консультационных пунктов. Сюрприз из Арктики вместо яркого солнца, мокрый снег, похолодание. Есть ли надежда на скорое возвращение весны? Узнаем у главного специалиста по метеопрогнозам Дмитрия Рябова. На предстоящих входных в нашу столицу придет более холодная погода. В субботу ожидается увеличение облачности. Ночь еще пока без осадков. Но днем возможен кратковременный дождь. Ветер будет в переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0,2. Днем еще плюс 6, плюс 8. На воскресенье уже через нашу территорию будет проходить активный атмосферный фронт, вслед за которым в нашу столицу хлынет холодный арктический воздух и ожидается понижение температуры воздуха. Самая холодная ночь в Минске ожидается в ночь на понедельник. Там температура воздуха прогнозируется ночью минус 7, минус 9. И дневная температура составит плюс 2, плюс 4 градуса. И при этом возможны осадки в основном в виде мокрого снега. Но такое похолодание будет недолгим. И уже к середине следующей недели в Минск вновь вернется по-настоящему теплая и более комфортная погода. Желаю всем хорошо провести выходные дни. Одевайтесь потеплее. Удачи и берегите себя. Новые городские подробности в понедельник. В это же время в студии новостей, которая всегда рядом, работала Елена Тиханович. Всего доброго и до встречи.